Ферма, где полно мужиков, не место для молодой женщины, особенно такой, как она. Эх, хорошо, завтра суббота. Хочешь, поедем завтра вечером с нами в город? Нет, нам с Леней нужно скопить денег. Ну, надо же человеку иногда развлечься. Ну, вот и всё. Можно я к вам присоединись? Садись, Карлсон, мне что-то карта не идёт. Ты хоть револьвер сначала убери. Эй! Никто не видел мою жену, а? Добрый вечер, Кудрявый. Она не заходила сюда? Нет, сейчас не заходила. А Рослый где? Пошёл на конюшню замазать смолой копытом улу. Давно он ушёл? Минут десять. О, дьявол! Кудрявый нарывается на драку. Пойти, что ли, поглядеть? Это уж я останусь. Не хочу ни во что впутываться. Пожалуй, пойду и я погляжу. О, вот и наш малыш, Ленни. Пойдём поглядим, может, драка будет? Нечего ему там делать. Пойдём, Ленни. Оставайся здесь, Ленни. Да, да, Джордж, да. Хорошо, что они ушли. Я правильно себя вёл, Джордж. Ты молодец, Ленни. А если будет драка, ты держись в стороне. Я не хочу удраться. Джордж. Ну что? Скоро мы будем сами себе хозяева. Не знаю. Правда, у меня есть на примете ферма, которую можно купить задёшево. Расскажи про неё, Джордж. А ты никому про это не говорил? Конечно, нет. Смотри. Ну, рассказывай. Так вот. Там десять акров земли. Есть маленькая ветряная мельница, маленький домик и курятник. А ещё кухня, садик. А в нём вишни, яблоки, персики, орехи, всякая ягода. Есть место, где посеять люцерну. И кролики, Джордж. Я их буду кормить люцерной. И мы можем завести свиней. Я построю коптильню, вроде той, какая была у моего деда. И мы, как заколем свинью, станем коптить сало и окрока, делать ветчину. А когда будут поспевать фрукты, мы станем их консервировать. И помидоры тоже. Это очень легко. И мы будем сами себе хозяева. Конечно. Не придётся нам больше мыкаться. Врёшь, брат, у нас свой дом есть. Нам незачем спать в бараке. Расскажи про дом, Джордж. Ну, конечно же, у нас будет свой домик и пузатая железная печурка. Зимой в ней всегда будет гореть огонь. Да, нам тогда не нужно будет по одиннадцати часов сцепать ячмень. А когда поспеет урожай, мы его снимем. И всегда будем знать, ради чего работали. Да, и всё это будет наше. Никто нас не смеет выгнать. А ежели придёт друг, что ж, у нас всегда будет свободная койка. И мы скажем ему, отчего бы тебе не остаться переночевать, а? Ей-богу, он останется, а? Кэнди! О, чёрт! Я совсем забыл про тебя. Лежит, подслушивает, да? Нет, просто слушаю. Нечего тут слушать. Ты действительно знаешь такую ферму? Ну, положим, знаю. А тебе-то что? Я не спрашиваю, где она. Это не важно. Можешь быть спокоен. Тебе её за сто лет не найти. А сколько нужно уплатить? Ну, можно бы сторговаться за 600 долларов. Старики, хозяева там здорово намели. Старуха больна. Её нужно оперировать. А тебе-то что до этого? Мы сами по себе. Наши дела тебя не касаются. Конечно, я одна рука, от меня пользы мало. Но у меня есть 250 долларов. Мне их дали за руку. И ещё 50 у меня накоплено в банке, готовенькие. Вот вам уже 300. А ещё 50 я получу в конце месяца. Может, возьмёте меня. Моя доля 350 долларов. Пользы от меня немного, но я могу стряпать, ухаживать за курами и копаться в огороде. Ну, как? Надо будет подумать об этом. Мы ведь всегда хотели купить ферму только вдвоём. Я напишу завещание, оставлю свою долю вам. Родных ведь у меня никого нет. Может, купим её прямо сейчас? У нас на двоих 10 долларов. Если мы с Леней поработаем месяц и не потратим ни цента, у нас будет сотня долларов. Это уже 450. За эти деньги наличными они могут её отдать. Остальные потом. Тогда вы с Леней устроитесь там и возьмётесь за дело, а я найду себе место и заработаю остальные. Господи. Господи, боже ты мой. Неужели это может получиться? Я просто уверен, что они её отдадут. Чёрт возьми, ребята. А вдруг всё это и вправду сбудется? Меня скоро выгонят отсюда, вышвырнут вон, как только я не смогу подметать барак. Может, если я отдам вам, ребят, свои деньги, вы позволите мне копаться в саду, даже когда толку от меня никакого не будет. Да и я стану мыть посуду и ухаживать за курами. Вы видели, что они сделали сегодня с моей собакой? Когда меня выгонят, лучше бы кто меня пристрелил. Мы купим ферму и будем там жить. До тех пор, пока вы, ребята, будете готовы, я получу ещё 30 долларов. А если в городе будет праздник или бейсбольный матч, приедет цирк или ещё что, тогда мы пойдём туда и никого не будем спрашивать. Просто скажем, ну, пошли и пойдём. Пойдём. Да, да, подоим корову, подбросим зерна куру и пойдём. И дадим травы кроликам. Знаете, что я сделаю? Я напишу этим старикам, хозяевам фермы, что мы её покупаем. А Кэнди пошлёт сотню долларов в задаток. Конечно. А печь там хорошая? Ну, ещё бы, прекрасная печь. Её можно топить и углями, и дровами. И щенка я возьму с собой. Ей же богу, ему там понравится. Тссс. Тихо. Сюда идут. Смотрите, никому ни слова. Перестань улыбаться, лень. Не могу. Я как подумаю, как всё у нас будет, так во мне всё улыбается. Вот и напрасно. Лучше делать вид, будто собираемся всю жизнь ссыпать зерно. А потом вдруг в один прекрасный день возьмём свои денежки и до свидания. Руслан, я же не хотел тебя обидеть. Я же просто так спросил у тебя. Спросил. Ты что-то слишком часто стал спрашивать об этом. А мне встачертело это, понимаешь? Если не можешь уследить за своей верьте хвосткой, чего же ты от него хочешь? Я же сказал, Карсон, что это я просто так. Да велика лучше и сидеть дома, а не шляться по баракам. А ты, Смит, помалкивай, и то я тебе живо вложу ума. Знаешь что, ты хотел запугать Рослова, и ни черта у тебя не вышло. Так теперь хочешь на Смите сорвать злобу. Да, не хочу сорвать злобу. Да ладно. Кстати, кудрялый, не кипятись. Как тебя там зовут? Я к тебе обращаюсь, Арясина. Какого джебула ты смеешься? Чего? Я ни одному сукину сыну не позволю от собой смеяться. Я не смеюсь. Я просто улыбаю. Сейчас ты у меня перестанешь улыбаться. Ах! Что же ты не улыбаешься? А ну-ка, может быть, ты теперь улыбнешься? Ах! 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 Джордж, скажи, чтобы он отстал от меня, Джордж. Ах! Может быть, после этого? Ах! Ну-ка, улыбнись, дубина! Ах! Скажи, чтобы он перестал, Джордж. Дай ему, Ленни. Ах! Не позволяй бить себя. Ах! Я ему сейчас не позволю. А потом и с тобой поговорю. На! На! Рослый! Рослый! Отстави его! Кудрявый! Прекрати! Рослый, погоди! Ну-ка, покажи ему Ленни! Да! Да! Покажи мне Ленни! Ну! Покажи! Покажи ему Ленни! Я тебе говорю! А-а-а-а! А-а-а! 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 Руку! 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 Пусти! Да помогите же мне кто-нибудь! Хватит! Ленни! Отпусти его! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Рослый! Корсул! Да! Придется отвезти его к доктору! Похоже, что все кости перемолоты! Смит, дай ему воды! Я не хотел, Джордж! Я не хотел сделать ему больно! Корсул, запрягай лошадей! Пошел! Ленни, ты не виноват! Это он сам полезно рожен! Ну что, Рослый, теперь нас выгонят? Погоди! Кудрявый! Ты соображаешь настолько, чтобы меня выслушать? Так вот, рука у тебя попала в машину! Если ты никому не скажешь, как было дело, то мы тоже не скажем! А если скажешь и станешь требовать, чтобы этого малого выгнали, мы тоже всем расскажем! И над тобой будут смеяться до скончания века! Я... Я... Ну? Я не скажу! Ну, вот так-то! Повозка здесь! Поезжайте! А ну-ка, Ленни, покажи-ка мне руки! Боже праведный! Не хотел бы я, чтобы ты на меня рассердился! Да он просто... Он испугался! Он не знал, что делать! Я же говорил, что его нельзя трогать! Верно, Кенди? Верно, верно! Как раз нынче утром! Я ничего плохого не хотел, Рослая! Да-да, ты не виноват, Ленни, не виноват! Ты не бойся! Вот видишь, Рослый говорит, что ты не виноват! Ты не сердишься на меня, Джордж! Ну, конечно, нет! Конечно, нет! Иди-ка вымой лицо! А то ты бог знает, на кого похож! В субботний вечер тихо становилось на ферме! Каждый старался забыть прошедшую неделю! Для этого большинство устремлялось в город в поисках развлечений стоимостью в несколько долларов! В этот раз на ферме остались только Кенди! Он лежал на койке, погруженный в мечты о собственном доме! Ленни, поглощенный заботами о своем любимце-щенке! Да еще конюк-горбун! Он, как всегда, сидел в своей тускло-освещенной коморке при конюшне, склоненной над истрепанной книжкой! Можно войти? Нет! Ты не должен входить сюда! Почему? Никому, кроме меня, не следует входить сюда! Ну, хорошо, я постою на пороге! Я пришел поглядеть своего щенка и увидел здесь свет! Я имею право зажигать свет! Я тебе говорю, нечего тебе здесь сделать! Меня ведь не пускают в барак! А почему вас не пускают? Тебе все еще не ясно! Да потому что я негр! Мне многое нельзя, потому что я негр! Все уехали в город! И Рослый, и Джордж! Все! Джордж велел мне оставаться здесь и вести себя хорошо! Что тебе нужно? Ничего! Я просто увидел свет! Я думал, мне можно зайти и посидеть! Ладно уж, входи! Раз не хочешь оставить меня в покое, так и быть, посиди здесь! Значит, все уехали в город? Все! Кроме старой Кенди! Он сидит в бараке, чинит карандаши и все подсчитывает! Подсчитывает? Что же это Кенди подсчитывает? Наши расходы! Видите ли, мы собираемся купить маленькую ферму! И будете там сами себе хозяева! Вы мне не верите? Но это правда! Чистая правда! Спросите у Джорджа! У нас будет своя ферма! Видел я таких помешанных! Сотни людей приходили сюда со свертками, и головы у них были набиты таким же вздором! Они приходили и уходили! И каждый мечтал о клочке собственной земли! И ни черта у них не вышло! Все это только мечты! Люди все время об этом говорят! Но это только мечты! Кто там? А, Кенди! Я ищу Ленни! Это ты про здоровенного малого спрашиваешь? Я здесь, Кенди! О, а я тебя ищу! Слушай! Я тут думал про кролика! Можешь войти, если хочешь! Ты не знаю правую! Конечно, если ты позволишь! Уходи! Раз другие входят, значит, можно и тебе! А у тебя тут и уютно! Наверное, хорошо иметь отдельную комнату! Еще бы! И навозную кучу под окном! Чего уж лучше! Сколько лет я здесь работаю? Я ведь в первый раз забрек тебе! Кто же заходит в комнату Цветнова? Ну, говори про кроликов! Я... Я все обдумал! Если как следует взяться за дело... Вы, ребята, просто морочьте себя! Ты будешь тут уборщиком, Кенди, пока тебя не вынесут ногами вперед! А Ленни недели через две или три возьмет расчет и уйдет! Да ты можешь быть уверен, что мы сделаем! Джордж говорит, что сделаем! У нас уже и деньги готовы! Эх, Мах! Многих я тут перевидал! Конечно, все этого хотят! Всякий хочет иметь клочок земли, иметь кровь над головой, и чтобы никто не мог его выгнать! У меня никогда этого не было! Я работал чуть не на всех хозяев в этом штате, и урожай доставался не мне! Так большая часть уже есть! Остается добыть совсем пустяки! Мы добудем их за один месяц, и Джордж уже присмотрел ферму! Никогда не видел, что кто-нибудь из таких, как вы, и в самом деле купил ферму! Но если вы, ребята, захотите иметь дарового работника, только захорчи! Я с охотой пойду с вами! Не такой уж я калека! Могу работать как зверь, если захочу! Вы не видели Кудрявого, ребята? Фу ты! О, черт! Напугало как! Появляется всегда, как из-под земли! Кудрявый сюда не заходил! А где он? Мы не знаем! Небось, в город со всеми подался! Смешно! Но, если я застаю кого-нибудь из мужчин одного, мы с ним отлично ладим! Но если их двое, они разговаривать со мной не хотят! Пожалуй, вам лучше уйти домой! Мы не хотим неприятностей! Да какие вам от меня неприятности? Ну, если мне не хочется хоть иногда поговорить с кем-нибудь... У вас есть муж? Ух, конечно! У меня есть муж! Вы же все его знаете! Хорош! Правда? Какая радость мне выпала в жизни! Сидеть в этом паршивом домишке и слушать, как Кудрявый врежет кому-нибудь два раза левой, а потом, как следует, правой! Кстати, что у Кудрявого с рукой? Рука у него в машину попала, мэм! Да что вы мне голову морочите? Что-то с тех пор, как рука попала в машину, я не слышу больше, что он кому-нибудь врежет! Кто ее изуродовал? У него рука попала в машину! Ну, ладно! Не хотите говорить, не надо! Мне-то что? Много вы о себе думаете, бродяги! Господи! Субботний вечер! Никого нет! Все как-нибудь развлекаются! Все! А я... Стою здесь и трачу время! И с кем? С негром! С блаженным! Да со старым вонючим козлом! Вас, между прочим, никто сюда не звал! По всему видно, что у вас мозгов меньше, чем у курицы! А, и еще я хочу сказать, что у вас скверные понятия о том, что мы за люди! Вы, небось, думаете, что если вы нас выгнете, так мы станем бродить по дорогам, искать грошовую работу вроде этой? На! Вам и не вдомек, что у нас есть собственная ферма и собственный дом! У-у-у-у! Вот насмешил, так насмешил! Смейтесь, смейтесь! Сколько вашей души угон! И друзья у нас тоже есть! Может, было время, когда мы боялись, что нас выгонят, а теперь не боимся! Хо-хо-хо! Много я вас тут перевидала! Если бы у вас был хоть цент за душой, вы бы уж давно напились, и на этом бы дело кончилось! Знаю я вас! Пожалуй, вам лучше уйти в освоясье! Нам не о чем разговаривать! Мы свое знаем, и нам наплевать, что вы об этом думаете! Эй, малыш! Откуда у тебя ссадины на лице? У кого? У меня? Да, у тебя! У кудрявого рука в машину попала! У-хо-хо! Вот это в попад ответил! Значит, это называется в машину! Тогда мы с тобой еще потолкуем на досуге! Люблю на досуге потолковать с машинами! Оставьте его в покое! А тебе со мной хочется потолковать, малыш! Хватит вам здесь разговаривать! Уходите, да и поживей! Послушай, ты! Черная бразина! А ну, заткнись! Как ты со мной разговариваешь! Знаешь, что я могу сделать, если ты еще хоть раз откроешь рот? А не уйдете, я скажу хозяину, и он вовсе запретит вам ходить на конюшню! Ты знаешь, что я могу сделать черномазой? Да, мэм! То-то! И помни свое место! Мне до того легко устроить, что в тебя вздернули на сук, что это даже неинтересно! Понятно? Да, мэм! Кэнди! Я хочу к Джорджу! Хочу к Джорджу! Не бойся! Ладно! Ухожу!